Республиканская Олимпиада школьников является одной из эффективных форм выявления и развития одаренных детей, повышения интереса учащихся к научным знаниям. Они проводятся ежегодно. В этом году Министерство образования и науки на финальный этап допустило более 330 участников, но фактическими участниками стали 260 школьников. Дипломы распределились вот следующим образом среди города и районов. 34 диплома получили школьники города. Это первая школа, вторая, пятая, шестая, десятая, одиннадцатая, двинадцатая. Две школы, всего, к сожалению, два участника из школ района. Это участница из Наурского района и Квайсинской средней школы. 30 участников, победителей и призеров. Это гимназия Альбион. Первое место у них среди школ. 9 дипломов у лицея искусств, 7 дипломов имеют гимназию РУС и 1 диплом школа-интернат. Ввиду ограничительных мер, несколько месяцев назад при начальной стадии проведения Олимпиады организаторы пропустили один из этапов. Из года в год участников Олимпиады становится больше соответственно и призеров тоже. Диплом победителя по математике награждается Пупоева Мария. Диплом победителя по химии награждается Мамиль Виктор. Константин Джоев говорит, что самым сложным была подготовка к точным наукам. Полученные знания при подготовке к единому государственному экзамену пригодились во время Олимпиады. 11-классник стал обладателем сразу нескольких дипломов. Я участвовал в Олимпиаде по русскому языку, по математике и по английскому языку. В них я во всех трех стал призером. В первой степени получить мне, к сожалению, не удалось, но все равно результат мне очень понравился. Некоторые задания были довольно каверзны, как на Олимпиаде по математике, так и на Олимпиаде по русскому языку. Олимпиада по русскому языку, правда, была очень интересной. Но некоторые задания, конечно, можно было ловить какой-то формат ЕГЭ, какие-то тестированные, поэтому из-за этого было немного легче. Предметные Олимпиады в первую очередь проводятся для учащихся старших классов, для закрепления и проверки школьной программы. А полученные дипломы являются своеобразной галочкой при поступлении в высшие учебные заведения России. Яна Плева, Сармат Гузитаев, информационный выпуск сегодня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!